Гвозди Креста Господня. Гвозди Креста Господня согласны Евангелию, одной из орудий страстей. Четыре или три гвоздя, которыми римские солдаты прибили руки и ноги Иисуса Христа на кресте. Как и все орудия страстей, гвозди считаются величайшими святынями христианства. Как об этом говорит хронография Феофана в 326 году. Божественный Константин отправил с сокровищами Блаженную Елену для отыскания Животворящего Креста Господня. Иерусалимский патриарх Макарий встретил царицу с подобающую честью и вместе с нею отыскивал желанное Животворящее Древо, пребывая в тишине и прилежных молитвах. Свидетельство церковных историков V веков. Церковные историки Амбросий Медиаланский около 340 года. Руфин Аквилейский около 345 года. Сократ Схоластик около 385 года. И другие Феодорит Кирский. Созумин сообщают о том, что в 326 году, святая царица Елена Равна Апостольная, мать императора Константина Великого, отправилась в паломничество в Иерусалим для поиска Животворящего Креста. Вышеперечисленные историки сообщают, что вместе с Крестом Господнем Еленой были обретены и гвозди. С помощью которых был распят Иисус. Одни из них Константин использовал для изготовления диадемы. Другой вариант, для шлема или вариант шишак из Абрала. Другие использовал для изготовления уздечки своей лошади, что для меня звучит как бы странно. Ведь это орудие страстей Христова, но были другие времена. Идет такое объяснение из хронографии Феофана, за год 324. Гвозди же Константин, одни вковал в свой шлем. А другие вставил в уздечку своей лошади, да сбудется реченная пророком, глаголящим. В тот день будет на узде лошади Святой Господу Вседержителю. В средние века гвозди креста Господня христианская реликвия. Широко распространенная и являющаяся объектом почитания и поклонения в храмах и монастырях как в католицизме, так и в православии. Николай Мессорит, митрополит Эфесский в начале 7 века, богослов, церковный и государственный деятель сообщает. Что в Константинополе, в храме Богородицы Фара в церкви, предназначенной для повседневной литургии в присутствии императора и его семьи, а также для торжественных служб. В первый день года, 1 мая, в день поминовения пророка Илии, в чистый четверг, в Великую Субботу и Великий Четверг, хранились следующие реликвии. Терновый венец Христа, туника Христа, посох Христа, плетье его бичевания, святой гвоздь, копье, частицы сандалии Христа. До 17 века гвоздь Господень вместе с Ризой Господней хранился в М.Ц. Хёте, в кафедральном соборе Святицы Хавеля. В марте 1625 г. персидский посол Урусамбек привез Ризу Господню и гвоздь Господень в Москву в дар патриарху Филарету от Шаха Аббаса. После революции в 1917 г. реликвии были изъяты государственной властью. В настоящее время гвоздь, хранящийся в храме Христа Спасителя, был передан Русской Православной Церкви из запасников музеев Московского Кремля 29 июня 2008 г. В 1543 г. Жан Кальвин написал богословское сочинение «Трактат о реликвиях», в котором перечислил известные ему гвозди Господня, хранящиеся в храмах и монастырях на Западе, всего Кальвин насчитал 14 гвоздей. В Милане, в Риме, в Сене, в Венеции, в Кольне, в Париже, в Бурже, в Москве и т.д. Что явно противоречит изначально описанным в Евангелии, что гвоздей было 3 или 4. Подписываемся на канал, вам не сложно, а мне приятно получить подписку от новых друзей канала. Всем приятного просмотра. Удачи и здоровья. Продолжение следует...